Здравствуйте, наконец-то вы пришли! Вы поможете нам сделать игру? Да, мы сделаем максимальную игру с максимальным миром, максимальной графикой, максимальным искусственным интеллектом противника, максимальным героем и максимальной увлекательностью! Круто! Как же мы всё это будем делать? Я уже сказал, всё, что вам надо сделать! Ну, всё, что вы сказали, это максимум тянет на несбыточные обещания. Да, я даю максимально несбыточные обещания, и на этом мои полномочия заканчиваются. Кстати, пойду дам эти обещания игрокам, а вы делайте игру. Ого, похоже мы только обострёмся максимально. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что вы отключились, и это обзор сразу двух игр из сборника Crysis Remastered Trilogy. Мы сейчас будем говорить про Crysis 2 Remastered и Crysis 3 Remastered, потому что ремонстрированную первую часть мы уже обозревали. С обзором можете познакомиться в соответствующем разделе. Итак, что такое Crysis 2? Давайте уже по порядку. И почему эта игра нам особенно дорога? А потому что мы все прекрасно помним, как эту игру нам начинали пиарить. Это эпохальное продолжение первой части. Первая часть была суперкрутым PC-эксклюзивом. Игра, которая выжимала все соки, и выжимает до сих пор все соки из ваших систем. Да, из соки не только из систем, но и из пуканов пользователей, которые в это пытаются играть. И да, Crysis 2 стала таким вот принципиально новым витком в истории студии Crysis. Это был проект, заявленный не только для ПК, но и для консолей. Для вот этих вот богомерзких машинок, которые не могли толком запустить первый Crysis, но сдюжили запустить Crysis 2. Тогда студия Crytek и компания Electronic Arts сказали, что надо бы осваивать новые территории. Что рынок ПК... Ну, ну, что там в рынке ПК? Да, посмотрите на Epic Games, например, которая сотрудничает с компанией Microsoft и выпускает успешный Gears of War на Xbox. Посмотрите на компанию Activision, которая со своей серией Call of Duty штурмует консоли. Все у них прекрасно. Пора бы и нам, пора бы и нам идти в этом направлении. Поэтому Crysis из главного такого ПК-эксклюзива в Crysis 2 стал такой, ну, собирался стать такой суперкрутой мультиплатформой. Вообще, пиар-компания Crysis 2 это великолепная история. Это великолепная история замечательных высказываний, когда люди, имевшие отношение к этой серии, включили максимум звездежа, максимум пафоса, лишь вошли в максимальный режим мулинье. Ну, Питер Мулинье это известный в прошлом геймдизайнер, который одно время тоже очень много говорил, не всегда по делу. Поэтому некоторых людей, которые, скажем так, зазвездились, некоторые люди типа меня называют мулинье. И люди, имевшие отношение к разработке Crysis 2, входили в режим мулинье по полной. К разработке Crysis 2 привлекли огромное количество талантливых людей. Среди них был Ричард Морган. Это известный писатель, автор книги «Видоизмененный углерод», который не так давно бездарненько, но все-таки экранизировал. Netflix это прекрасный роман в стиле киберпанка, который поднимает очень много философских вопросов о том, чем станет человек в будущем, когда он наконец-то сможет избавиться от своего бренного тела и переносить сознание через космическое пространство. И Ричард Морган, когда начал работать над Crysis 2, он сказал, что «Мой сценарий, это вам не вот эти вот бездарные пустышки типа Call of Duty. Я вам покажу, что такое настоящий сюжет». Ну и люди затаились, елки-палки. Такой известный человек, такая известная студия разработчиков, причем студия Crytek на тот момент, это были ребята, которые сделали Far Cry и Crysis. То есть начали с больших и дорогих проектов. Это были ребята, которые пользовались максимальным уважением. Максимальным уважением, да. Да, несмотря на то, что Crysis у первого некоторых людей были претензии, это не наша самая любимая игра. Кроме этого, представители Electronic Arts говорили, что «Ой, да мы собираемся побороться даже с брендом Halo, который на тот момент был очень и очень силен». Да, тогдашний президент EA Partners Франк Живо делал прекрасное заявление. Мы с нашими партнерами из Crytek старались создать Halo Killer. Crysis 2 получилась невероятно захватывающей высококачественной игрой. Сценарист Ричард Морган пинал то Call of Duty, то Halo с его персонажем. Звучали заявления о том, что мы там создали суперкрасивую, невероятно качественную игру, что мы покажем этой гребаной игровой индустрии. Продюсер Crysis 2 говорил, что мы нацелены на то, чтобы создать эталон графики. Вряд ли кто-то захочет пропустить игру с самой красивой графикой в истории, отличным геймплеем, интересным сюжетом, грамотным ИИ и богатым арсеналом оружия. Ты слушал это такой «Ну ничего себе, что же вы там такое задумали?» А потом в сеть утекла бета. Да, незадолго до релиза в сеть утекла бета-версия. Ну, это была бета-версия, что вы от нее хотели. И все-таки Crysis 2 вышел в 2011 году. И когда эта игра вышла, я ее прошел, я себя не сдерживал. Я был этой игрой очень сильно разочарован. Да, она не то, чтобы прям супер-днище, как я тогда ее описывал, но у меня были такие ощущения. Потому что вот у меня был эффект вот этой вот, эффект мулинье. С одной стороны, накачка пиаром, с одной стороны, лютый звездеж, звездеж максимум просто звездежа. И с другой стороны, я получил, ну, кое-какой боевичок. И когда сегодня я перепроходил Crysis 2 в его ремастере-дверсии, я, конечно, и не испытывал такого резкого негатива, потому что на меня не давил вот этот вот мощный пиар. Но я все равно получил максимум средненький такой боевичок. Даже не средненький, посредственный. Посредственный боевичок, который кое-как работает. Который при этом предал многие идеи в первой части. У фанатов в первой части ко второму Crysis было немало вопросов. И есть и сейчас. Потому что если первый Crysis предлагал, ну, специфическую такую структуру, но тем не менее открытую структуру, большие уровни, возможность по-разному решать поставленные задачи, возможность там как-то хитро по стелсу пробираться. Разрушаемость. Можно косить деревья пулями. Да-да-да, там разрушаемость, правда... Можно было убиться об стенку, разогнавшись. Можно было включить суперскорость, побежать и убиться об стенку. Максимальную скорость. Максимальную скорость. Да. Все, что касается максимума в серии Crysis, надо озвучивать голосом Володарского. Без вариантов. Только так это может работать. Да, в первом Crysis была разрушаемость. Там некоторые постройки складывались как карточные домики. Ну, современный Battlefield и такое показать не может. Ну, моя основная мысль она в том, что в первом Crysis был элемент нелинейности, такой явный. Во втором Crysis от этого элемента осталось, в общем-то, одно название. Там были широкие арены, но их было не очень много. А в игре появилась такая ярко выраженная линейная структура, обусловленная ограничениями мерзопакостных консолек. Игра, напомню, разрабатывалась для PlayStation 3 и для Xbox 360, поэтому приходилось очень много удивляться, когда ты после просторов Crysis 1 оказывался в узеньких коридорах, когда ты после таких масштабных сражений в Crysis 1 сражался с тремя-четырьмя противниками, потом подъезжали еще 3-4, потом еще 3-4. Тебе в глаза бросалось ограничение, 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 из-за того, что игра вышла конкретно на консолях. И, боже мой, как же тогда у фанатов первого Crysis бомбило. Ну, у меня бомбило в целом из-за того, что игра не очень увлекательна, и вся эта концепция героя в суперкостюме не работает. Она не работала и во второй части. Я в этом убедился еще раз, когда перепрошел ремастированную версию Crysis 2. Но убеждаться ты начинаешь не сразу. После легкого представления главного героя, это морпеха с позывным Алькатрас, его судьбе чуть позже, тебе показывает суперпапостный ролик. Играция в этой ерли. Там, где вот возможности костюма, идут титры, все это под музыку Ханса Циммера. При этом этот ролик к игре особого отношения не имеет, и к сюжету особого отношения не имеет. И там вот этот супергерой в суперкостюме творит супервещи, окей, хорошо, максимум тупорилого пафоса. Майкл Бэй, мое почтение. Слушай, Майкл Бэй хотя бы такие задорные взрывы ради взрывов пихает. Здесь даже задорных взрывов ради взрывов не особо наблюдается. То есть Ига очень хочет быть такой пафосный, крутой, таким вот блокбастером. Она буквально тебя хочет схватить за грудки и орать тебе в лицо. Я блокбастер, ты понял? Ты понял, я блокбастер. При этом вот этот вот ступительный ролик, на мой взгляд, сделанный в целом безвкусно и такой больше на убогом пафосе держащийся, это показатель того, что да, край так это крутые технари, которым сказали, ребята, а давайте под Голливуд. И ребята, ну вот они из Негермании, они сделали под Голливуд то, как еще определенный жанр немецких фильмов тоже делает под Голливуд. Потом там начинается экшен, где сильные мужчины побеждают женщин. Да, это фантастика. Да, да, да. В случае с Crysis 2 начинается, где герой в суперкостюме, Алькатрас, который заменяет пророка, одного из персонажей первой части. Насрать в первый раз, насрать во второй раз, потому что раскрывать персонажей компания Crytek не умеет. Поэтому да, там были какие-то ребята, но одного из них звали пророк, другого псих, и это, в общем-то, всем, чем они запоминаются. Ну там еще был номат, в смысле, не в смысле грабитель караванов. И вот был пророк, он самоубивается, отдает костюм Алькатрасу, говорит, что давай, разберись со всей этой проблемой, там вот Нью-Йорк, наемники Сэл, инопланетяне, кошмар, ужас. Чума, все умирают. Да-да-да-да, в общем, ужас, кошмар, в эпицентре всего этого Алькатрас, в суперкостюме, иди, так сказать, побеждай. И герой, в общем-то, идет и побеждает. Проблема Крайзиса второго, как и Крайзиса первого, в том, что у героя есть суперкостюм, а ему противостоять дебилы. Потому что наемники Сэл ведут себя, да, как тупые болваны, которые хаотично носятся по аренам, от которых очень легко убежать, от которых очень легко спрятаться, воспользовавшись невидимостью, которые не могут тебе оказать достойного сопротивления. Которые очень любят долго перелазить через что-нибудь, и на чем их очень легко ловить. Например, тебя начинают преследовать, ты такой быстро перепрыгиваешь через заборчик, разворачиваешься, и что ты видишь? Правильно, бойцы Сэл так красиво, пафосно демонстрируют, что у них есть, у разработчиков в данном случае, мокап анимация. Они красиво так вот, симулируя тяжелую на них броню, переваливаются через это самое укрытие, ты их, естественно, в это время расстреливаешь. Одинаковые модели поведения, поэтому тебе быстро становится скучно воевать с этими недоразвитыми. Да, здесь их легко можно обойти по стелсу. Ты здесь можешь сидеть в одной точке и высовываться из-за укрытия, и постреливая в этих идиотов. Опять же, поскольку ограничение движка, ограничение возможности Xbox 360 и PlayStation 3, здесь нету масштабных именно сражений, потому что игра может обрабатывать только определенное и небольшое количество противников. При этом Crysis 2 очень хочет быть вот хала-киллер, Call of Duty киллер, всех киллер, всю индустрию киллер. Мы сейчас выйдем и закиллером всех на свете. С одной стороны, у нас есть вот эти вот инопланетяне, кальмары-креветки, и сражения с ними должны добавить игре разнообразия. Но опять же, эти кальмары-креветки не оказывают серьезного сопротивления. Их движение по аренам я могу описать только словосочетанием хаотичное мельтешение. Они тоже вот так вот бегают, прыгают, пытаются показать, что посмотри, мы от тебя убегаем, мы не бежим на пролом, но при этом ты их без проблем отстреливаешь, при этом они все равно не оказывают серьезного сопротивления. Я сейчас говорю про максимальную сложность. Я перепроходил Crysis 2 и играл в Crysis 2 и на релизе, и сейчас на максимальной сложности. И эта игра нетрудная, умираешь ты здесь нечасто. Здесь есть инопланетяне джиггерлауты, мощные такие ребята. Ты их тоже убиваешь без проблем. Здесь есть еще большие роботы, но с ними тоже ты справляешься без проблем. Здесь есть система прокачки на кончиках пальцев. В буквальном смысле, потому что она открывается вот так. Главный герой делает так. Левой рукой. И вот здесь у него появляются способности, которые можно прокачивать. Да, при этом вот эта вот прокачка делает его еще сильнее, а противники и так-то не могут оказать достойного сопротивления. Как два пальца. Да-да-да-да-да. Главное, персики ему не показывайте, это его криптонит. Эхахаха. При этом часть кампании это возня морпехов при поддержке Алькатраса против вот этих вот кальмара-креветок. Куда-то там надо побежать. Там у нас идет типа эвакуация гражданских. Удержи точку, пробегись туда. Опять же, масштаба, какого-то именно вот масштаба, ощущение как в Call of Duty, когда ты в эпицентре глобальной войны, не ощущается. Есть герой, есть несколько противников, есть несколько союзников. С одной стороны, с другой стороны, тебя аккуратненько так вот на тебя выплевывают по несколько противников. И типа масштаб, типа напряжение, типа посмотри. Когда сцена смешила, когда там во время стрима проходил, арена всех поубивал, подъезжает джипик, из него выпрыгивают три противника, поубивал. Следующий джипик, еще поубивал, еще три противника, еще поубивал. Я думал, когда вы закончитесь, они что, бесконечно будут идти? Не, не бесконечно, просто несколько вот так вот порций приезжает, ты с ними разбираешься. Потом ты идешь вперед, еще раз город весь заставлен стенами. Проехать нигде нельзя. Ты начинаешь войну на следующей арене рядом с этой, при этом понимаешь, что здесь никуда, никто, ниоткуда не может ни проехать, ни приехать. Приезжает еще один джип, откуда он взялся, черт его знает. Логика игры ломается прямо у тебя на глазах постоянно. Особенно, когда ты все это время наблюдаешь за странным поведением противников, причем как людей, так и инопланетян. Ну, инопланетян ладно, у них может быть такая тактика, и они ее придерживаются. Возможно, она им до этого помогала захватывать другие миры. Но другие-то, ребята, наши, что ж вы творите-то? Жалко на это смотреть. Они просто воюют против суперсолдата, он становится невидимым, они обсираются, им не хочется воевать. Им хочется, чтобы их поскорее убили. И самое главное, здесь неинтересно воевать ни против людей, ни против инопланетян. Здесь иногда стелс, это вообще цирк натуральный, потому что ты входишь в режим невидимости и спокойно бегаешь мимо противников, выполняя поставленную задачу. Если ты сам не начинаешь придумывать себе развлечения, игра особо не пытается тебя заставить как-то напрячься. Несмотря на то, что здесь есть обязательные перестрелки унылые, вот это вот моменты с претензией на вариативность тоже. Разная степень уныния, если ты там сам себе не придумаешь какую-то задачу. И все это в условиях скучного сюжета, где главный герой в буквальном смысле безмолвная затычка для пророка. Неизвестно в каком месте, во рту, потому что он ничего не говорит, или в заднице, потому что он бессмысленный. Я не знаю. Герой куда-то там идет по одному указанию, по другому указанию. Инопланетяне, вирус, все это скомкано. Под конец тебя пытаются удивлять откровением. А все не так, как кажется. И ты, ух ты, а мне насрать. При этом здесь есть еще моменты, опять же, я под Call of Duty, поэтому главный герой периодически вот оказывается в непростой ситуации. На него какое-то давление, оказывается, костюм толком не работает. Он там типа из последних сил что-то делает, ползет. Есть покатушки со стрельбой постановочной. Ну, конечно же, надо это сделать. И ты видишь вот этот вот набор подражаний, как-то скомканный, собранный воедино. Благо, не очень продолжительный. На максимальной сложности Crysis 2 Remastered проходится часов за 7 или даже меньше. Один элемент сменяется другим. Как-то это все вот держится. Как-то это все полностью не рассыпается. Еще раз, это все полностью не рассыпается в моих глазах сегодня. Только потому, что сверху на все это не давит еще мощнейший пиар, который был на релизе игры. Сегодня, да, запустил Crysis. Я увидел средненький боевичок. Ну, приятно выглядящий, окей, и все. Если говорить о ремастере, то графика меня устраивает. Мультиплеера в ремастированной версии нету, но он, собственно, не очень нужен. А, и что еще, наверное, главное такое вот отличие, которое я заметил на ПК между Crysis 2 и Crysis 2 Remastered. Когда я начал устанавливать Crysis 2 Remastered, мне показали, что игра весит 54 гигабайта. А Crysis, так сказать, поднабрал. Версия для Epic Games Store более ощутимая, чем старая версия. В Стиме. В Стиме. И в Ориджине. Забавно. Подожди, как ты можешь такое говорить? Разработчики перерисовали текстуры. И разработчики Saber Interactive, которые ответственны за эту ремастированную версию, добавили трассировку лучей. Причем трассировку софтверную, то есть она работает даже на видеокартах от AMD. Если их кто-нибудь когда-нибудь увидит в продаже и попробует, очевидно, ощутит какое-то удовольствие. Кроме этого, в этой игре, да, очень сильно доработано освещение. В отличие от супер-гипер-выжигающих бликов и, в общем, несбалансированной картинки, которая была в оригинале. Crysis 2. В целом, да, когда ты сегодня играешь в Crysis 2, когда смотришь на эту картинку, ты видишь очень достойный продукт. Во многом из-за того, что разработчики 10 лет назад, на самом деле, пытались сделать визуально супер-приятную игру. Разными способами они пытались это делать, где-то перебарщиваясь с эффектами. Вот, но в целом у них получилось. И это, кстати, показатель деградации современной индустрии, когда ты запускаешь сегодня игру 10-летней давности, и она смотрится, в принципе, окей. Хорошо, добавили трассировку, чуть-чуть обновили текстурки, на этом всё, и игра воспринимается на уровне современных продуктов. А то и получше. Ну, в плане визуальной части, жаль, с механикой всё грустно и печально. Студия Crytek и компания Electronic Arts не остановились. На второй части, естественно, Crysis должен был стать трилогией, и уже в 2013 году появился Crysis 3. И я знаю, по трилогии Crysis у меня очень непопулярное мнение, но мне Crysis 3 больше всего нравится, из всех трёх частей. Она, на мой взгляд, из вот этих вот игр самая продуманная, и вот в третьей части... И самая атмосферная. Да, и самая атмосферная. И, на мой взгляд, в третьей части студия Crytek начала понимать уже, что она хочет сделать с этой концепцией. Потому что в Crysis 3 я увидел не попытку сделать какой-то не до Call of Duty, не до Halo. Я уже увидел попытку привести к какому-то вменяемому виду идеи из первого Crysis. То есть концепция вот этих просторных уровней. Попытка сделать вариативную игровую механику с возможностью подходить к решению проблем таким способом или там таким способом. Это уже всё было сделано не то чтобы как-то круто, не то чтобы как-то замечательно, но как минимум неплохо. С интересными решениями. И тогда, например, в игровой индустрии ненадолго стал моден лук. Ну, чтобы у главного героя был лук. И здесь у главного героя пророка есть нано-лук. Ой, пророк же умер. Ну, он... Спойлер. Да, ну, так уж получилось, да? Как неожиданно. Ведь сюжет Crysis, он настолько интересен, настолько продуман, настолько многогранен, настолько умеет тебя удивлять максимальными сюжетными поворотами. Что нехорошо об этом говорить, но это мы всё, понятное дело, иронизируем. Да, пророк, который вот в этот раз уже пророк, который в этот раз говорит, который в этот раз похож всё-таки на протагониста. Он оказывается в будущем, где Нью-Йорк 2.0 покрылся джунглями. Вот Виталий говорил про атмосферу. Да, Crysis 3 это очень красивая и атмосферная игра и крутая не столько с точки зрения технологий, но и с точки зрения оформления локаций. Когда вот ты выходишь в этот Нью-Йорк во власти джунглей, когда ты видишь вот эти постройки с зеленью, это красиво. Когда ты видишь ночные локации, тоже там какие-то постройки джунглей, классно. В плане внешнего вида Crysis 3 и сегодня по-хорошему так удивляет. И сегодня выглядит прям круто, когда ты вот с этим нано-луком ощущаешь себя футуристическим хищником-охотником. Опять же, Crysis 3 раскрывается, сколько-нибудь раскрывается, только на максимальной сложности, где главного героя могут убить, если ты будешь откровенно тупить. Где тебе уже надо спрятаться от противников, где ты не будешь на них вот просто лететь, и отстреливая их налево и направо, где ты будешь использовать особенности арен. Ну, как-то использовать эти особенности, потому что здесь есть просторные арены с обходными путями, которые можно использовать. Да, потому что если ты побежишь тупо на врагов, тебя могут убить. И вот в таком режиме Crysis 3 работать начинает. И плюс к этому здесь добавили небольшие элементы хакерства. Главный герой может взламывать, например, вражеские турели. Это тоже очень хорошо сделано, когда ты можешь в режиме стелса подкрасться. Что-то там провернуть, взломать одно, второе, третье. А потом меткими выстрелами из лука всех перестрелять. Оставшихся, естественно, товарищей. Когда я играл в 3 Crysis, он мною лично воспринимался, как такой высокотехнологичный стелс-боевик. Я его не воспринимал, как вот ураганный шутер в стиле там 1 Crysis, когда главный герой залетал в курятнику на базу корейцев и начинал там всем раздавать направо и налево кулаками. Нет, ты действуешь очень осторожно, взламываешь двери, турели и получаешь удовольствие от каждого выстрела из лука. Здесь же один из самых лучших луков в истории игровой индустрии, во многом благодаря великолепному саунд-дизайну. Человек, который делал звук, натягивающийся сетевые, и потом, когда стрела вылетала и пригвождала цель к стене, блин, ну это просто гений. Практически рейлган. Да. Здесь были крутые моменты. Например, в одной ситуации герой должен пройти по очень высокой траве, в которой снуют пришельцы. То есть, да, они здесь тоже туповаты, они здесь тоже не ведут себя как-то круто, как, например, Ковенанты из Хала. А, нет, прошу прощения, какой Хала? Хала была убита вторым Crysis. Ну вот в третьей части, да, они тоже туповаты. Но вот эта вот сцена, когда ты понимаешь, что на тебя может напасть откуда угодно враг, и стараешься оглядываться, ты стараешься использовать броню максимально эффективно, в данном случае без иронии говорю максимально, именно максимально эффективно, ты нервничаешь, здесь появляется напряжение во многих сценах. Когда ты стреляешь в одного противника, в другого, прячешься, отступаешь, или пытаешься идти с броней в атаку, когда ты стараешься отстреливать врагов. Я не говорю, что здесь это как-то круто сделано, нет. Это сделано лучше значительно, чем во второй части. Это сделано получше, чем в первой части. То есть видны шаги в нужном направлении, понимая, что вот разработчики догадались, как надо развивать эту механику. Чуть меньше арены, но с сохранением простора. Да, здесь стелс все еще по сути жульничество. Да, с помощью стелса можно просто сбоку обойти многие источники опасности. Здесь все еще не очень такой продуманный со всех сторон левел дизайн, но все же подвижки есть, крутые моменты есть. Есть постановочные моменты, типа там поездки на машинке, но на мой взгляд их здесь в меру с учетом продолжительности кампании. Опять же, сюжет сделал пару шагов в правильном направлении. Он все еще скомканный, он все еще такой рваный в формате так, порог, ты проснулся, тут сел всех угнетает, тут вот еще инопланетяне полезли там, альфа, цев, короче, мир в опасности, надо бы как-то это все спасти. И концовка, нафиг это все нам надо, зашибись, светлое будущее какое-то там. Но несмотря на то, что сюжет скомканный, как я уже сказал, пророк хотя бы воспринимается протагонистом, который общается, который реагирует на происходящее, а не какая-то безмолвная чурка из второй части. Плюс неплохо показаны взаимоотношения пророка и психа, ну этого персонажа из первой части. Здесь у него нет костюма, его вырвали из этого костюма, его на эту тему колбасит, и есть интересный конфликт. Вот псих, который вынужден без костюма работать, и пророк, у которого костюм есть. Человек, который когда-то был суперменом, теперь вынужден обходиться без способностей и завистью смотрит на своего старшего брата. Да, не то чтобы эта линия как-то супер глубоко проработана, но есть пара неплохих моментов, где пророк и псих обмениваются любезностями. То есть, опять же, я видел шаги вперед, но вот именно что шаги вперед, когда я описываю Crysis 3, я говорю, ну вот шаги вперед есть, ну как-то все, вот парочка шажков вперед и на этом закончили. У меня складывается ощущение, что вот Crysis 3, либо компания Electronic Arts, либо студия Cry, так уже хотели просто доделать, закрыть эту трилогию и разбежаться в разные стороны. Компания Crysis 3 на максимальной сложности проходится часов за пять, а то и меньше. А если на изи, то да, то где-то часа три-четыре. А вот если именно эту игру пробегать на нормальной сложности, то можно, да, управиться и поменьше. То есть, компания из семи миссий, она скоротечна. В ремастер-версии, естественно, нету мультиплеера. Но опять же, Crysis 3 лично мне показал, что Crytek хочет развиваться. Crytek понимает даже, какие вещи надо развивать, от каких вещей надо отказываться и в каком направлении игра должна двигаться. Ну опять же, вот она тогда закончила двигаться в 2013 году, ну как такое сюжетное приключение. Сейчас ходят слухи о том, что может быть будет Crysis 4, в каком виде будет Crysis 4, черт его знает. По поводу отношений между компанией Electronic Arts и Crytek на фоне выпуска Crysis 3. Игра вышла в 2013 году, как раз тогда, когда запускались консоли нового поколения. И по какой-то причине высокотехнологичная игра, которую сегодня запускаешь. Ремастированная версия по графике практически не отличается от оригинала. Выглядит великолепно. Потрясающе. До сих пор выглядит великолепно. И по какой-то причине компания Electronic Arts не решила сделать ее флагманом для того, чтобы показать на новых консолях новое поколение графики. По какой-то причине они выпустили на PlayStation 3 и Xbox 360 и забыли про серию на долгие годы. Потом отдали права на Crysis компании Crytek. И вот сейчас она наконец-то выпустила ремастированную версию. Вот эту вот трилогию Crysis. Я с одной стороны понимаю, что это как бы три игры в одной коробке по адекватной цене на ПК в Epic Game Store по низкой цене. Но это один из тех случаев, когда я не могу советовать эту игру, потому что я концепцию Crysis не понял и не принял. Я не принял вот эту вот идею, когда разработчики такое ощущение продумали суперсолдата, супергероя, но не продумали для него ни суперзлодеев, ни супериспытания. В третьей части есть пара боссов, но они примитивно сделаны и они в целом простые. Здесь вот ты никогда не ощущаешь себя персонажем, именно супергероем, который оказался в каких-то суперсложных условиях, где его суперсила проходит максимальную проверку. То есть ты с одной стороны вот понимаешь, что ты очень крутой, но с другой стороны ты понимаешь, что обстоятельства, с которыми ты должен совладать, тоже очень крутые. Тоже заставят тебя, именно обстоятельства заставят тебя проявить все твои суперспособности. А здесь именно развлеки себя сам. Вот тебе крутой герой, вот тебе придурковатые пришельцы, вот они как-то изображают что-то наподобие сопротивления на аренах. Иди, сделай что-нибудь. Вот постановочная сценка кое-как, вот под Call of Duty кое-как, вот в третьей части, да, мы кое-что, на мой взгляд, научились делать, что-то начало работать, но это все вот так вот скомканно и завершено по-быстрому, и все. Лично мне в свое время очень понравилась игра Ванквиш, я ее периодически вспоминаю и буду вспоминать. Там тоже у героя был суперкостюм, там тоже у героя было немало возможностей, типа умение быстро перемещаться на вот этом реактивном суперкостюме, замедление времени было. То есть герой многое мог, но при этом противники были агрессивными, при этом противники на высокой сложности заставляли тебя напрягаться, бегать, прыгать, использовать там все укрытия способности, быстро передвигаться. Было круто. Недавно вот выходила игра Severed Steel, тоже главная героиня многое может и замедлять время, и бегать по стенам, и там совершать эффектные подкаты, и пушка у нее есть. Но на предпоследние сложности я конкретно напрягался. Я прям ощущал, что меня могут убить. Я ощущал свою слабость, несмотря на наличие у меня внушительного списка способностей. Да, я понимаю, в этих играх нет стелса, но, блин, в Crysis даже иногда, когда ты идешь в открытую, то все равно понимаешь, что есть вот супергерой и тупые противники, которые на него даже такого вот банального давления зачастую оказать не могут. Окей, если вспоминать игры с гибкой механикой, я вспомню Dishonored 2, который на максимальной сложности мне давал просраться, где я играл за персонажа, обладающего сверхспособностями, за Эмили, которая там способна превратиться хоть в какую-то тьму и всех рвать на куски. Но я ощущал свою слабость. Я видел, что противники могут мне нападать. Там были разные условия, которые заставляли меня применять способности. На мой взгляд, это очень важный момент геймдизайна, когда не игрок должен выдумывать себе развлечения, а разработчик продумал обстоятельства и задачи так, что игрок вынужден использовать какие-то способности, а не скучая идти от точки А к точке Б. Ну, формата. Вот по стелсу можно спокойно пройти. Мне начинают говорить, не используй стелс. Но он есть! Но он есть, он позиционируется как один из важных элементов игры. Я его использую. Не использую стелс, не использую суперсилу. Что дальше? Играть с закрытыми глазами? На танцевальном коврике. Или к бананам подключить электроды, чтобы играть на них, как делают некоторые суперфанаты Dark Souls. Ну, окей, может быть, это будет весело. Но мне так не весело. Я считаю, что это разработчик должен продумать условия. И вот Крайзис мне этого не предлагает. Поэтому как-то советовать Крайзис сегодня, ну... Третью часть. Если пробовать, то третью часть, которая очень красива, на максимальной сложности превращается в хороший стелс-боевик с очень крутым нано-луком. Ну, неплохой, я бы сказал, стелс-боевик. Очень красивый. Да. И главное, стильно. Вот эти вот каменные джунгли. Прям вау. Прям очень красиво. Но все это закончится через 4 часа. И вы будете просто смотреть в экран и мечтать о какой-нибудь гипотетической четвертой части, в которой потанцевал Крайзис 3. И, наконец-то, раскроется. Компания Крайтек, надеемся, сделает Крайзис 4. И, надеюсь, она сделает все выводы из ошибок Цевата Ерли, который был геймдиректором всех трех частей. Максимум исправлений, надеюсь. Да. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск показался полезным, поддержите его лайком. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт Ради Игровых Новостей. Ну и, помимо прочего, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать на Патреон или ВКонтакт. Мы за поддержку всегда говорим огромнейшее спасибо. И дальше продолжаем работать. Да. Цевата Ерли ушел, а игра, блин, осталась. Да. Со всеми ее проблемами. Причем не одна, а две. Три. Три игры Цевата Ерли. Три игры Цевата Ерли. Полные штаны графония. Кодзима, подвинься. Вот кто настоящий гений. Конечно. Ты такой графон показывал, а я показывал. Ты показывал. Ты такую максимальную мощь, силу, невидимость и прочее показывал, а я показывал. А прокачечку на кончиках пальцев ты показывал, а у меня это все есть. Игра создана для верхнего интернета. Это максимальный пафос, максимальный бюджет, максимальное привлечение, максимально уважаемых людей в индустрии и максимальный абсерд. Максимальная гав... максимум говна. На лопате, ну в костюме. Говно в костюме. Режиссер Цевата Ерли. Ну, тут еще не совсем понятно, чей это был конкретный абсерд. Цевата Ерли, студии Crytek или компания Electronic Arts, потому что еще раз Цеват Ерли ушел, а компания Electronic Arts продолжает обсираться прекрасно и без него со своими новыми релизами. Окей, поехали.